Валерий Брюсов 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 Дама, которую звали Ольга Борисовна Лепешинская, она долгие годы, по сути дела до конца жизни, пыталась показать, что из какого-то беструктурного живого вещества могут образовываться клетки, делали какие-то наблюдения. Но реально эти все данные не были подтверждены. Вот это более свежий эксцесс. Группа наших соотечественников, работающая в Санкт-Петербурге, обнаружила вот такие своеобразные выделения из экскрементов человека, которые сочла живыми организмами, поскольку там какая-то органика есть, и назвала водорослеобразные веревочные черви. Вот сейчас я взял фотографию из их книжки. Вот это такая вот бесформенная масса. Но на самом деле это, конечно, чистой воды артефакт, потому что при нарушении нормального функционирования пищеварительного тракта в некоторых случаях что-то такое выделяется. То есть на самом деле ничего не удалось там найти, а те современные технологии, которые они использовали, допустим, по обнаружению митохондриальной ДНК, Ну что это? Там остатки митохондриальной ДНК клеток эпителия кишечника. И, конечно, если не брать в расчет самые первые этапы формирования жизни на Земле, сейчас мы, во-первых, по-прежнему опираемся на те же принципы, которые исходно обозначил Франческо Реди еще в XVII веке, что все живое от живого, а потом уточнил, это был уже XIX век, Рудольф Вирхов, который написал, что клетка, живая клетка от живой клетки. Почему это важно? Дело в том, что форма живых организмов, в том числе форма клеток, из которых они состоят, и одноклеточных, естественно, она ограничивает среду. Соответственно, у живого существа есть возможность изолировать ту среду, которая для него важна, и, соответственно, это обеспечивает функционирование вот тех разнообразных процессов, о которых вы в общем виде знаете, и которые, я как понимаю, частично были затронуты в предыдущем докладе. И вот эта идея о том, что вообще жизнь связана с клеткой, высказывалась неоднократно в том числе одним из блестящих французских философов и антропологов Пьером Тиаром де Шарденом, когда он в том числе писал, что собственная жизнь начинается с клетки. А позже американский философ Грегори Бейтсон писал, что живое тело было изолировано и замкнуто самой природой. И недаром, когда обсуждают проблему происхождения жизни, это очень серьезно, очень интересно, но очень неоднозначная проблема, но, тем не менее, там, в общем-то, всегда присутствует какой момент? Момент, когда возникла обособленность вот этих вот самых первых живых существ, так называемых протобионтов, от окружающей среды. Не только передача наследственной информации, не только установление функциональных связей между разными важными для живых существ молекулами, но и изоляция их от внешней среды. Можно обсуждать разные попытки объяснения того, как это произошло, но, по крайней мере, двух исследователей я вспомню. Ну, во-первых, это наш соотечественник Александр Иванович Шапарин, который многие десятилетия, начиная с 20-х годов прошлого века, пытался показать, что формируются, могли формироваться когда-то давно вот такие вот пузырьки, которые он называл коацерваты, и в которых могли оказываться разные сочетания биологически важных соединений. А другая попытка была предпринята существенно позже американским исследователем Сидни Фоксом, который, по большому счету, пытался показать, что это могло происходить и по-другому, но фактически, в общем-то, он работал в том же направлении. И еще один момент очень существенный, который касается разнообразия форм жизни. Дело в том, что когда обсуждают возможные пути появления жизни на Земле, то часто специалисты области биохимии говорят примерно так. Ну как, фототрофный путь, то есть путь, связанный с получением энергии за счет солнечного излучения, соответственно, с фотосинтезом, он гораздо более сложен, поэтому первыми появились химотрофные организмы, которые питались, так называемым, первичным бульоном, а фототрофы появились существенно позже. Но мы с каждым новым исследованием фактически возвращаемся к тому тезису, который давно, опять-таки, еще в 20-е годы прошлого века обозначил наш замечательный соотечественник Владимир Иванович Вернадский, о том, что жизнь появилась сразу во всем ее многообразии. Он не имел в виду таксономическое разнообразие, а имел в виду эколого-биохимическое разнообразие. И вот в статье, которая была опубликована в журнале Nature на прошлой неделе, было что показано? Что действительно есть основания предполагать, что это было так. И в древних породах, которые были найдены в Гренландии, то есть на этом северном холодном острове, были обнаружены остатки структур, которые явно по происхождению связаны с бактериальными сообществами. Причем в этих бактериальных сообществах совершенно точно присутствовали фотосинтезирующие формы. Хотя непосредственно остатков живых организмов там не найдено, но там найдены соединения, в частности, содержащие углерод. И по соотношению разных изотопов углерода можно смело про это говорить. Как дальше эволюционировали формы жизни? Понятно, и в этом никто не сомневается, ну или почти никто. Потому что есть до сих пор сторонники грубого креационизма. О том, что первоначально формы организации живых существ были относительно простыми, хотя были очень разнообразными. И постепенно происходило усложнение части организации живых существ. И вот это отражено, во-первых, в их дивергенции, то есть расхождении каких-то предковых форм, и, соответственно, в общем увеличении разнообразия. А с другой стороны появляются еще и конвергентные формы, когда на разной основе появляются достаточно близкие, особенно внешние, существа. Такие примеры дивергенции и конвергенции были известны, по крайней мере, еще в древние времена. И тот же Аристотель, один из самых знаменитых греческих философов и естествоиспытателей, в первой классификации живых существ показал эту дивергенцию, а с другой стороны он очень правильно отметил конвергентное сходство, говоря современным языком, тех же рыб и дельфинов. Хотя формы их до какой-то степени похожи, и, допустим, на протяжении средних веков в Европе дельфинов считали рыбами. То есть, по сути дела, конвергентное сходство превращали в токсономическое. И аналогичные идеи развались не только в Древней Греции, но и в Древнем Китае. В частности, был такой Джоу Ли, который дал одну из первых классификаций животных и растений. В частности, тоже подчеркнул некоторые конвергентные случаи. Поэтому с формой у живых существ сложность еще и в следующем. Форма, с одной стороны, может быть свидетельством родства, а с другой стороны, форма – это свидетельство, может быть свидетельством, экологоэволюционного сходства. То есть, свидетельство родства – это результат той или иной степени дивергенции и какого-то общего происхождения, наличия каких-то общих предков. А эволюционно-экологическое сходство – это часто как раз результат конвергенции. И здесь встает целая серия вопросов, которые очень любят задавать и обсуждать специалисты, занимающиеся вымершими формами, и не очень любят обсуждать наши коллеги, которые занимаются современными формами. Потому что, когда работают с вымершими формами, то обнаруживается, что разнообразие очень интересно, очень своеобразно, много что отсутствует. Там нельзя дать или очень сложно дать какие-то, допустим, оценки генетического плана. И поэтому время от времени начинается очень интенсивное обсуждение, а нет ли в эволюции каких-то закономерностей. Все ли объясняет тот же естественный отбор. Есть ли какие-то ограничения возможного разнообразия форм в ходе эволюции. И действительно, на самом деле, сказать о наличии каких-то четко выраженных закономерностей, которые бы регулировали процесс эволюции, нельзя. Но то, что ограничения какие-то есть, это, видимо, реальность. Опять-таки, я конец предыдущего доклада из коридора слышал. Вот там о некоторых ограничениях говорили. Вот, к примеру, еще среди настоящих животных, по сути дела, нет форм с трехлучевой симметрии. Вот с пятилучевой есть, с семилучевой есть, даже с тринадцати лучевой есть. То есть, соответственно, когда у нас есть центр и есть ось, и можно организм, условно говоря, вокруг этого центра вращать. А вот с трехлучевой практически нет. Правда, среди вымерших форм такая группа была, но она вымерла очень давно, больше 550 миллионов лет назад. То есть, фактически, это редкость. Или, например, вот почему среди членистоногих, то есть это, соответственно, ракообразные, пауки, насекомые, практически нет форм с двумя парами конечностей. Вот так смотришь на насекомого, а я больше как раз занимаюсь с насекомыми, ну, кажется, вот зачем им вообще треть эта пара многим? Ну, в некоторых случаях она действительно там преобразована, важна. А так у тех же бабочек или там у стрекоз, ну, явно такое лишнее образование. То есть, по большому счету, без него можно обойтись. Тем не менее, вот она в ходе эволюции никуда не исчезла, осталась. Хотя, в принципе, на ней можно сэкономить. Потому что это же ресурсы вообще какие-то. Или почему, допустим, у крылатых насекомых две пары крыльев на среднем и заднем сегменте грудного отдела, а на переднем нет. Там, правда, среди вымерших форм есть небольшая группа, у которой какое-то подобие крыльев на переднем сегменте грудного отдела есть. Но это скорее экзотика. То есть, на самом деле, какие-то ограничения все-таки есть, и их можно обсуждать. В самом, пожалуй, предельном виде вот эта идея была сформулирована и очень хорошо обсуждалась биологом португальского происхождения. Но он работал в разных странах Европы. Это Антонио Лимадефария. Его книжка была в свое время даже переведена на русский язык, поэтому, если кого-то заинтересует, он может ее посмотреть, почитать. Она вообще написана интересно, и там очень много фактологического материала. Книга называется «Эволюция без отбора. Автоэволюция формы и функции». Я перечислю основные тезисы, которые для нас важны, но это не означает, что я все эти тезисы поддерживаю. Центральная проблема эволюции с точки зрения Лимадефария – не происхождение видов, а происхождение формы и функции. О чем мы говорим? Автоэволюция – процесс трансформации, заложенного в организации вещества и энергии. Результат – образование и канализация, и канализация трансформации биологических процессов. Следствие – появление изоморфизма, изофункционализма. То есть речь идет о том, что в результате эволюции по Лимадефария формируются не виды, не другие таксоны, а формы, причем сходные организации, то есть из-за этого равные, и одинаковые функции появляются, или близкие функции. Но с эволюцией формы связаны и некоторые другие интересные аспекты, которые обсуждать на самом деле, может быть, с моей точки зрения, интереснее, потому что обсуждать эволюционные перестройки для тех далеких времен, когда все происходило, довольно сложно. Дело в том, что в эволюции жизни на Земле бывали довольно короткие, ну, короткие с геологической точки зрения, периоды, когда разнообразие в разных его видах резко увеличивалось, а потом резко сокращалось. Ну, например, все представляют вымирание в конце милового периода, примерно 65 миллионов лет тому назад. Почему? Потому что в ходе этого вымирания исчезли вот эти так называемые динозавры. Ну, так называемые, потому что как группа рептилий, такой группы нет, конечно. То есть это просто крупные рептилии, которые в основном жили на суше. Но я хочу обратить ваше внимание на событие другого периода, который был гораздо раньше. Это начало фанерозуя. Это то время, в котором мы с вами сейчас живем. Это время, так называемое, открытой жизни, потому что появляется очень много скелетных форм, они хорошо попадают в захоронение, поэтому специалисты с ними с удовольствием работают. Это, соответственно, время, которое начинается примерно 542 миллиона лет назад и продолжается сейчас. И вот первый период фанерозуя – это кембрии, соответственно, от 542 до 486 миллионов лет назад. Это замечательное время, потому что в кембрии, во-первых, в массе появляются скелетные организмы, во-вторых, появляются практически все основные крупные таксоны на уровне типов, классов морских животных, появляются и исчезают в конце периода. Некоторые крупные таксоны, опять-таки, морских животных на уровне примерно класса. Там просто сложно говорить о том, какой-то таксон по рангу был точно. И появляются многие так называемые морфотипы. То есть это, по сути дела, ярко выраженные формы организованности. Но вот как мы привыкли к тому, что насекомые принадлежат морфотипу, очень характерному, когда есть голова со слитными сегментами, есть грудной отдел с тремя сегментами, есть брюшко с одиннадцатью сегментами. Ну, а на грудном отделе еще развита у большинства насекомых пара крыльев. Вот это такой классический пример морфотипа. Но этот морфотип мы встречаем сейчас. А часть морфотипов в кембрии появилась, некоторые из них остались, исчезли, может быть, существенно позже, некоторые сохранились до нынешней поры, а часть попросту вымерла. Вот эта замечательная картина была выявлена во многом... Так, я сейчас вернусь к этому слайду. Вот в этом замечательном месте это скалистые горы в Канаде. Здесь когда-то, чуть больше века тому назад, строили железную дорогу, которая должна была связать, соответственно, Атлантическое побережье и Тихоокеанское побережье. И строители дороги, инженеры, там работали в достаточно сложных условиях, потому что это горы, а железную дорогу в горах прокладывать тяжело. И вот они как-то устроили себе выходной и поехали там, ну так скажем, на пикник. И вот железную дорогу они строили пониже, они забрались в горы, и вот забрались вот на этот участок. Это фотография вот того времени, то есть примерно вековой давности. И на одном из участков, относительно небольших, обнаружили огромное количество окаменелости. И они сообщили, куда надо. И вот на эту позицию приехал один из крупнейших мировых палеонтологов того времени, Чарльз Уолкот, портрет которого вы видите здесь. И вот это место начали исследовать очень активно. Вот здесь вы видите тот же склон, чуть повыше. И это другой исследователь, это Стивен Голд, или Гулд, к сожалению, недавно ушедший из жизни. Это один из замечательных палеонтологов, биологов, потрясающий пропагандист науки. К сожалению, ни одна из его книг на русский по каким-то неизвестным мне причинам не была переведена. Хотя по-английски он писал совершенно блестяще. И вот он эти кембрийские отложения рассматривал как модель в одной из своих книг. А вот эта фотография уже принадлежит мне. Я воспользовался возможностью и попал на эту точку. Вот здесь, собственно, тот же Олкот когда-то очень активно и работал. Почему я так подробно рассказываю? Дело в том, что вот это место с ископаемым формами кембрия, по-самому, это середина кембрия, оказалось действительно уникальным. Потому что, с одной стороны, там хорошо представлены те группы живых организмов, о которых мы достаточно много знали до того и знаем сейчас, некоторые из которых до сих пор вообще существуют. Но некоторые вымерли, например, трилобиты, которых, наверное, все слышали. Но они вымерли в конце палеозоя, то есть 200 миллионов еще лет спустя. А некоторые, ну, допустим, ракообразные, моллюски дожили и до современных дней. Ну, конечно, другие виды, но крупные таксоны были те же. Но наряду с вот этими таксонами, которым, в общем-то, специалисты по вымершим формам, тем более по современным формам в какой-то степени привыкли, оказалось, что вот здесь попадаются совершенно странные существа. Некоторые из них, правда, явно близки к более поздним формам. Ну, вот один из примеров. Это, правда, рисунок, реконструкция. Это форма, ну, по сути дела, первая позвоночная уже. То есть фактически это подтверждает то, о чем давно говорили, что в Кембрии все основные группы появились. А вот это еще более странное существо. Это явно членистоногая. Ну, это реконструкция, понятно. Но достаточно наглядно и достаточно точное. Это род Морелла. Ну, какая это группа членистоногих? Это не ракообразная. Это не насекомая. Это не многонушка. Это не паукообразная. Это не мятихвостая. Это явно какая-то специфическая группа членистоногих, отлично от всех других. Но морел – это ладно, это членистоногая, там на самом деле не одна такая группа членистоногих, а вот вообще какая-то странная животина. Причем многие из них-то сохранились вполне прилично, то есть нет сомнений, что это вот именно такие существа. То есть, знаете, иногда находят фрагменты и по фрагментам пытаются облик воссоздать, и там у кого какая бурная фантазия бывает. Вот видите, во-первых, явно плавающая форма с каким-то челюстным аппаратом, с какими-то странными глазами. В итоге часть тогда существовавших форм попытались связать с современными анихофорами. Это такие своеобразные современные животные, которые живут во влажных лесах, в теплых районах, которые напоминают такие сосиски с ножками. Но ножки у них не членистые, поэтому это не членистоногие, хотя дышат они трахеями. Но тогдашние формы были исключительно морскими, и, возможно, это далекие-далекие предки современных анихофор. А с другой стороны, вот такие вот существа, как это, пришлось выделить, по сути дела, для них отдельный тип, или даже надтип, который назвали радиодонта. Причем, на самом деле, это был тип очень интересный для кембрия, поскольку в кембрии преобладали в основном мелкие формы, то есть миллиметры, сантиметры. А как раз к радиодонту принадлежала группа, вот она, малокариса, это самые крупные тогдашние хищники, чуть больше метра. И вот анализ этих данных позволил Гулду что предложить? Что некоторые периоды времени разнообразие на уровне как раз морфотипов резко увеличивается. То есть обычно что рисуют? Обычно рисуют вот такую конусовидную структуру, то есть чисто дивергенцию прослеживают. А Гулд попытался проинтерпретировать все это по-другому, что есть вот такое очень быстрое увеличение разнообразия на уровне морфотипов. Соответственно, это на самом деле часто соответствует крупным таксонам. А потом часть этих морфотипов, по сути дела, элиминируется, исчезает. Идет своего рода естественный отбор вот этих морфотипов. Понятно, что это в каком-то смысле аллегория, то есть это не то, что мы понимаем под естественным отбором синтетической теории эволюции. Но, тем не менее, вот какой-то отбор этих таксонов идет. И, соответственно, в Кембрии сообщества живых организмов оказываются очень своеобразными. То есть, вот тут вы видите в нижней части рисунка, здесь удалены вот те таксоны, которые типичны именно для Кембрия. А вот здесь они добавлены. И видите, насколько различаются картинки. То есть, здесь вот видите богатейшее такое сообщество, которое жило в тогдашних морях на мелководьях. Вот с этими аномалокарисами, с какими-то тут многочисленными трилобитами и всякими другими формами, о которых просто у меня нет времени рассказывать. А здесь, видите, такое бедное сообщество, по сути дела, трилобиты, немножко иглокожих, немножко моллюсков, немножко ракообразных. Но, на самом деле, резкое увеличение разнообразия на уровне морфотипов в Кембрии имело очень важные результаты с экологической точки зрения. Дело в том, что до начала Кембрия отложения на морском дне фактически были освоены только бактериями. И разнообразные данные показывают, что там в основном преобладал сероводород. И была такая обстановка, в которой только отдельные группы прокурород могли существовать. А вот эти новые формы в Кембрии, они начали постепенно осваивать морские отложения донные, то есть силы, их переворачивать. Туда начал проникать кислород, ну, точнее, вода с кислородом. И в итоге условия для жизни в Кембрии, к концу Кембрия, стали совершенно другими. И это открыло, по сути дела, пути для дальнейшей эволюции, в том числе для дивергенции во многих группах в последующие периоды. Но вот эти формы жизни на самом деле очень актуальны и с современной точки зрения. Потому что мы сейчас часто можем выделить то, что называют жизненными формами. По сути дела, вот то, о чем писали и Аристотель, и Джоули, когда пытались выделить живые существа по их месту в сообществах, то есть по экологическому значению, по экологической роли, это уже были первые попытки выделения таких жизненных форм. Само понятие о жизненных формах появилось, конечно, много позже. Его предложил знаменитый датский ботаник Иоханнес Евгениус Варминг. Обычно он в англоязычной форме у нас передается как Евгений Варминг. В 1884 году Варминг дал такое определение. Жизненная форма – это совокупность приспособлений, в первую очередь морфолого-анатомических и поведенческих видов, позволяющих ему успешно существовать в тех или иных экологических обстановках. На самом деле Варминг, по сути дела, закрепил то бытовое представление, которое у людей сформировалось очень давно. Потому что на самом деле дерево, как форма существования растений, это жизненная форма. Кустарник – это тоже жизненная форма и так далее. Современное определение жизненной формы говорит о том, что жизненная форма на самом деле – это габитус определенной группы живых организмов, который возник в ходе индивидуального развития и который отражает приспособление к определенным условиям. Правда, надо добавить, что очень часто, особенно когда мы говорим о животных, этот внешний облик или габитус сочетается с его эколого-поведенческими приспособлениями. Первую научную классификацию жизненных форм дал ученик Варминга, тоже датский ботаник, Кристин Раункер. Он предложил делить растения, естественно, европейские растения, на несколько групп. Здесь вот они показаны. Я не буду рассказывать о том, что представляют собой эти группы. Я скажу только то, что Раункер в основном использовал для различения этих групп положение структур, связанных с возобновлением растения. После зимнего периода, соответственно, у деревьев они могут находиться и находятся где-то высоко, то есть они подвергаются действию низких температур. А, допустим, вот у таких форм они располагаются в почве и, соответственно, до какой-то степени защищены от зимних морозов. Эта схема оказалась очень удобной, по крайней мере, для Европы. По сути дела, она стала классической. Но как только исследователи начали рассматривать с этой точки зрения другие страны, другие регионы, тропики, экваториальные области, там-то зимы нет, оказалось, что эта схема, естественно, не работает. Плюс там появляются еще формы, которые здесь, по сути дела, отсутствуют. И здесь очень много сделал в свое время Иван Григорьевич Серебряков, который предложил очень развернутую схему жизненных форм. Вот фрагмент из нее вы видите здесь. И, по большому счету, Серебряков просто во многом вернулся к тем исходно-бытовым представлениям, которые людям известны очень давно. То есть, соответственно, предложил выделять жизненную форму, прошу прощения, древесных растений, соответственно, деревья, кустарники и кустарнички и так далее. То есть, на самом деле, ситуацию он упростил и, наверное, правильно сделал, потому что иногда исследователи занимаются умножением терминов, по сути дела, преследуя свои такие личные цели. Вообще, вот этот подход к выделению жизненных форм часто оказывается очень эффективным. Почему для нас это важно? Ну, во-первых, мы далеко не всегда можем работать с какими-то живыми существами непосредственно в поле. Есть какие-то ограничения, даже чисто по времени. То есть, мы не можем быть везде. Но часто мы, поглядев на живое существо, как оно выглядит, если мы представляем группу, мы можем вообще достаточно смело сформулировать гипотезу, а где этот вид живет. Ну, для примера. Тут вот три вида саранчевых. Соответственно, видите, вот один вид. Такой зелененький. Тут у него есть такие вот полосочки. Он явно живет в толще растительного покрова. Это на самом деле так, потому что даже в русском названии этого вида, это отражено, он называется «большая болотная кобылка». То есть, вот он живет на таких заболоченных участках. При этом у него, во-первых, присутствуют элементы распознавания, которые важны в этой толще растительного покрова, потому что он, с одной стороны, хорошо поет, его достаточно далеко слышно, а кроме того, у него внутренние части ног с такими красными элементами, и, в принципе, их даже в толще растительного покрова при прыжке видно. Вот другой вид. Это представитель рода пустынница. Ну, это, в общем, понятно. То есть, вот он сидит там, где он должен сидеть. То есть, это пустыня, это поверхность вот этой каменистой пустыни. У него и форма тела такая, в общем, прижат к поверхности. И, видите, пятна такие очень характерные, то есть, они его маскируют. А вот это вот вид более своеобразный, потому что, видите, с одной стороны, он явно живет на поверхности почвы, то есть, он немножко так приближен к земле, вот, а с другой стороны, видите, тут какие-то и зеленые пятна, и черные есть. Это группа такая своеобразная, промежуточная. То есть, вот этот вид живет, в основном, на поверхности почвы, но в степях, где есть растения, где есть тень, где есть какой-то опад. И вот эта жизненная форма вот такому образу жизни полностью соответствует. Но к этому подходу, конечно, нужно относиться с определенной осторожностью, потому что то, что сформировалось в ходе эволюции, в современных условиях может реализовываться совсем по-другому, или могут быть некоторые сложности, связанные, допустим, с особенностями жизненных циклов. Вот пример. До сих пор спорят, как эту проблему решать. Это стрекоза. Ну, на самом деле, тут несколько стрекоз. Соответственно, вот взрослая стрекоза. Это личинки. Тищинки живут в воде. Ну, правда, и те, и другие хищники, но взрослые стрекозы – это род коромысла. Они совершенно замечательно летают, далеко летают. Ну, а личинки живут в воде, ну, и по большому счету являются хищниками-засадниками. У них вот выбрасывается так вот нижняя губа, и они захватывают добычу, и ее перерабатывают. Несмотря на то, что это хищники, и те, и другие, вот, тем не менее, они живут в совершенно разной среде, живут по-разному. Вот, часть исследователей считают, что это разная жизненная форма. И я, пожалуй, тоже к этой идее склоняюсь. А некоторые исследователи пытаются выделить вот общую такую жизненную форму в целом для вида. Но с экологической точки зрения, пожалуй, это бессмысленно. А вот пример того, как облик, и, соответственно, жизненная форма, не соответствуют реальной жизни. Это еще одно саранчевое, это знаменитая акрида. И по внешнему облику мы что можем сказать? Видите, такая вытянутая голова, вытянутые усики, обычно зеленая окраска, тоже с полосами вдоль тела. Ну, конечно, это вид, который живет в толще травостоя. Но оказалось, все не совсем так. Мы просто в свое время специально смотрели, как ведут себя акриды в местах, где они живут, вот в травостое. И это результаты, которые были получены моим коллегой достаточно давно. Оказалось, что самцы, да, вот они так живут, то есть они сидят в толще травостоя, на травинках, ими питаются, то есть они полностью соответствуют вот этой жизненной форме. А самки, ну, тут как раз самка нарисована, они ходят по земле, на растения практически не поднимаются, а вот в гуще злаков у них только голова находится. То есть, по сути дела, вот эта часть у них находится на почве, а вот туда они засовывают голову, и вот нижние части листиков обгрызают, в том числе, видимо, утягивая просто вот подгрызенные листья куда-то вниз. То есть получается, что самцы соответствуют жизненной форме, а самки по поведению нет. Это что означает? Что на самом деле у нас масса еще проблем с формами и с эволюционной точки зрения, и с экологической точки зрения. Эти проблемы как-то надо решать, и постепенно мы в этом направлении двигаемся. И вот эта тема форм биологии и экологии, она постепенно решается. Но здесь еще столько много интересного, а то, что позволяют еще современные технологии, это вообще открывает новые перспективы. И чтобы закончить свое выступление, я хочу процитировать еще одного нашего знаменитого поэта Серебряного века Максимилиана Волошина, правда, привести только кусочек его стихотворения, все видеть, все понять, все знать, все пережить, все формы, все цвета вобрать себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Вот воплощение идей, я надеюсь, у нас впереди. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ